Всем привет! Сегодня 28 августа. Это дневной выпуск новостей на канале Breakfast Show. Меня зовут Юлия Панкратова. Сейчас вы поставите лайк, а мы начинаем. Горит нефтебаза, уже другая, но тоже в Ростовской области и тоже после атаки беспилотников. Спасти Горинова Дмитрий Муратов обратился в Международный Красный Крест с просьбой о помощи политзаключенному, чья суд же украинские блогеры подготовили обоснованный ответ на вопрос. Горинова Дмитрий Муратов 3 часов ночи. Спустя 5,5 часов губернатор Василий Голубев подтвердил пожар на нефтехранилище. Ну а в Воронежской области атакован склад с боеприпасами. Губернатор сообщил, что после атаки произошло возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка уже сейчас стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома. Ну и уже примерно в 10 часов по Москве три беспилотника сегодня атаковали нефтебазу в Кировской области. Это первая атака на регион. Он расположен довольно далеко от линии фронта. Дроны атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич. Один из них ударил в крышку резервуара. Один из дронов. Второй беспилотник попал в пустую цистерну. А вот после удара третьего возник пожар. Атаку подтвердил губернатор области. А это видео сегодня было размещено в канале 28-й отдельной механизированной бригады. На нем видно, как в ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25. На видео два самолета, один из которых пропадает. Эскадра в середине фрагмента. В канале бригады пишут, что судьба экипажа пока неизвестна. Тем временем главком ВСУ Сырский заявил, что в украинском плену сейчас находится 600 российских военных из Курской области, а войска Украины контролируют уже 100 населенных пунктов Курской области. По словам главкома ВСУ, одной из целей наступления в Курской области было отвлечь силы России с других направлений, прежде всего Покровского и Кураховского. Сырский утверждает, что на Курское направление из Украины российское командование перебросило 30 тысяч военных с других участков фронта. Украина подготовила список целей на территории России, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием. Об этом пишет политика. Ранее Украина уже обозначала некоторые потенциальные цели на территории России, но нынешний список источники политика называют более конкретным. Никаких деталей относительно самих целей собеседники издания не приводят. С визитом в Вашингтон на текущую неделю должны прибыть глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. К российским новостям Дмитрий Муратов. Нобелевский лауреат написал письмо в Международный Красный Крест с требованием спасти Алексея Гориного. У Гориного, осужденного на 7 лет за слово «война», нет матраса и одеяла, горячей воды и исправного туалета, книг, писем и звонков. Об этом на прошлой неделе писали люди, которые организовались в группу поддержки Гориного. Из-за полной изоляции 63-летний, бывший мундеп, у которого нет части легкого, начал забывать слова. Вот цитата из обращения Муратова. «Последствия бездействия очевидны. Я прошу вас, госпожа Сполярич, содействовать оказанию медицинской помощи и избавлению от пыток Алексея Гориного. Повторно прошу вас о неотложной инспекции Красного Креста в места, где содержатся признанные международным сообществом политические заключенные в России и Беларуси». Ранее Муратов уже обращался в Красный Крест, но там дали понять, что полномочия организации не распространяются на внутренние ситуации. Напомню, в июле 2022 года Горинов стал первым осужденным за военные фейки. Он получил реальный срок – 7 лет лишения свободы за то, что назвал войну войной. Цахал освободил еще одного заложника, захваченного 7 октября прошлого года. Израильские военные спасли 52-летнего Каида Фархана Аль-Кадзи. Его освободили в ходе совместной операции Цахал и службы общей безопасности Израиля в одном из тоннелей на юге сектора Газа. Состояние здоровья спасенного заложника стабильное. Его поместили в больницу для дальнейшего медицинского обследования. Фархан Аль-Кадзи – бедуин, мусульманин, отец 11 детей, жил в общине недалеко от города Рахат на юге Израиля и работал охранником на упаковочной фабрике. 7 октября его похитили из поселения Мифтахим. Машина экс-депутата Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем. Лось перебегала дорогу в Саратовской области и, к сожалению, погиб. У автомобиля треснуло лобовое стекло. Самого Рашкина в машине не было, но прекрасная деталь. В багажнике именно этой машины бывшего депутата в 2021 году нашли разделанную тушу лося. Я помню, как эта «Лада Ларгус», кстати, видимо, очень крепкая тачка, была в каждой новости буквально. Рашкин получил условный срок, его депутатская карьера была завершена. Интернет-провайдеры начали самостоятельно ускорять YouTube. Они начали устанавливать на своих сетях решения, которые ускоряют работу видеокостинга для абонентов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком рынке. Операторы связи пользуются тем, что власти замедляют YouTube неофициально. Сервис не внесен в реестр запрещенных и не заблокирован. По словам одного из источников газеты, по всей стране ускоряют работу YouTube уже десятки провайдеров. «Коммерсант» пишет, что обнаружил два объявления от операторов Северо-Западного федерального округа, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без дополнительных инструментов. Мы видим их без VPN. Суджа – это часть родной для нашей команды Слобожанщины. Это было сотни местечко сумского полка, козацкое. И когда мы узнали, что у нас есть такая возможность уникальная приезжать в Суджу и в Суджи отзнать выпуск про историю города Суджа, мы, конечно, этой возможностью для вас использовали. Так начинается новое видео на украинском YouTube-канале «Комико-историк». Блогеры приехали в Суджу, город Курской области, который сейчас контролирует украинские войска, и сняли видеоподкаст в местном краеведческом музее. Честно скажу, краеведческие музеи трудно перепутать с чем-либо. Вон там стенд «История города Суджи» висит, всякие пыльные артефакты в витринах. В общем, почти час парней с упоминанием исторических, археологических и всяких других фактов доказывают, что Суджа – это исконно украинская земля. Мало того, там выходит, что Суджа – первая, ну или нулевая столица советской Украины, вот сразу перед Харьковом. В общем, как-то так получается, что это возвращение Украины на исторические земли. Вполне себе изящный троллинг. Если смотреть без перемоток, слышны, по-моему, артиллерийские удары за кадром. И мне очень понравился комментарий под видео. Честно не поверил, что подкаст записан Суджи. Пошел проверять, нашел эту комнату на странице ВКонтакте музея через пять минут. Посмотрите обязательно. Правда, очень изящно. И таковы главные новости к этому часу. Спасибо за внимание, всего доброго. И до встречи уже завтра. Про лайк не забывайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok